так устаю так быстро тараторить так много тараторить и он создаст нам папку во всяком случае винде он нам создаст папку возможно тебе потребуется в линуксе и или в маке сначала создать папку а потом выполнить команду я хрен его знает я не помню как это я не помню как я делал это в линуксе я же говорю такие вещи один раз делаешь и все в одно ухо влетает через глаз вылетает так модель блок категории минус м нажимаем enter здесь мы видим то что модели создана успешно миграция для этой модели создана успешно мы кликаем на папку migration и видим здесь у нас появилась create блок категории есть table 2 его откроем открыли создается у нас табличка блок категории с все правильно лара вальчик наш любимый сделал он поставил здесь нижнее подчеркивание да у нас вам выделил вот эту нашу приставочку нашу сущность выделил вот имя сущности и табличка категории с это относится к нашей сущности юзеры отдельно доживут если мы что-то будем еще дополнительные таблицы для юзеров делать мы будем юзер нижнее подчеркивание еще что-то да если мы будем соединять допустим как то нужно нам хитро будет соединять блок что-то что-то с юзерами соответственно будет и это функционал блога то соответственно блок нижнее подчеркивание что-то что-то юзер ясно да хорошо так здесь он нам базовые заготовки поставил то что говорит говорит вот будет у нас табличка блок категории с у нее есть поле авто инкрементированная id и time stamps это создание двух полей кредит от когда запись была создана и апдейт это когда эта запись была обновлена обновлена через модель мы можем работать посредством модели с базы данных можем другими способами работы другие способы нам не будут обновлять поля кредит от длит этот апдейт этот а если мы работаем с базах она будет нам обновлять вот такие нюансы так создалась у нас моделька migration в миграции есть два метода метод об это то что у нас произойдет когда мы вызовем миграцию печпер замиграет напишем и те миграции которые не отработали они будут работать отрабатывать будет метод об то есть вот этот метод работает если же мы хотим откатиться допустим мы создали модель и что-то там не досоздали ногу никуда это не закоммитили мы можем сделать down поменять что-то что-то добавить и вновь сделать об накатить до в дауне мы делаем откат если как мы видим если существует у нас табличка то мы ее дропаем на так заполнять мы ее пока не будем все мы миграцию создали если мы перейдем века видишь да в апп появилась папка модель мы заходим модельцы видим тут что мы видим блок категория моделька блок категории все вот она базовая есть модель класс блок категории который наследуется от ларавельского модел eloquent по умолчанию чудесно отлично замечательно теперь нам осталось то же самое проделать для блокпоста почему мы делаем даже говорил почему мы сначала категорию потом пост потому что категория она у нас как базовая а пост будет еще и содержать связь к категории да мы будем делать пока такую базовую базовую структуру блога когда у нас есть категории категории могут быть вложены в другую категорию да и блокпост он принадлежит одной категории не нескольки одной категории чтобы не усложнять не нужно да потому что вот это вот небольшое усложнение она с одной стороны небольшое для понимания для объяснения но в коде там энергозатрат на код на видео это потребует больше поэтому пойдем по более простому пути но случаях категориях мы все-таки немножко усложнили усложним и там будет вложена из категорий то есть какой-никакой чтобы у нас все-таки серьезно какой-то бложек появился так копирую вставляю ставил до интернер нажать на конец рабочего дня вот работа у меня закончилась и я тут же начинаю специально для тебя друг мой ты любимый я специально для тебя после работы никуда на тренировку не пошел у меня сегодня тренировка ложим пишу для тебя видео поэтому поставь лайк прямо сейчас не ленись пожалуйста так поэтому я много болтаю да и могу оговорку допустить потому что день сегодня мы сегодня все день сегодня был у нас в очень такой насыщенный выполнили да перейдем модул пожалуйста блокпост появился отлично супер а я не договорил мысль да сначала мы создаем категория а так как категория а так как в блокпосту мы будем создавать категории id поля которая будет соединяться с категории то соответственно если мы блокпост первым создадим у нас будет ошибка потому что она будет ссылаться на категория категории у нас нет поэтому создаем сначала базовые таблички если вдруг ты какой-то проект будешь переносить на Laravel, будешь вот создавать вот эти вот модели и миграции к ним, сначала переноси все базовые таблички, от которых зависят второстепенные, потом уже второстепенные иначе с этими миграциями замучаешься, будешь туда апдаун, апдаун делать или гораздо проще если вдруг такая у тебя неполадки такие пошли проще базу апать и заново, ну если на самом начале и заново все создавать, так будет быстрее чем апдаун, апдаун, это уже проверено так создали две таблички, но пока мы только код создали для Laravel а теперь нам нужно сказать Laravel, Laravel замечательный наш выполни пожалуйста две наши миграции давай так, подожди, подожди, подожди у нас нету мигрейшена, у нас нету мигрейшена если я сейчас сделаю мигрейт то по-моему он должен да, он должен будет создать мигрейшен должен будет создать юзерс пасворд потом категория потом блокпост по-моему так по-моему так либо нам какую-то команду нужно было выполнить я не помню нет, по-моему сейчас у нас все хорошо должно было бы быть наверное все хорошо будет вот собственно сразу как я и говорил да, то я буду показывать и документацию и так далее потому что действительно люди, многие люди не могут работать с документацией поэтому я буду показывать откуда я беру это и мне будет в помощь потому что я код-то писал на 5 и 6 мало ли что тут поменялось я хотя, хотя я все там провел конечно я 5-5 под 5-7 подогнал там можно сказать немного пришлось подгонять но тем не менее да люди не умеют работать с документацией не умеют читать не умеют шире смотреть на вещи потому что я объясняю базовые вещи я наброски делаю наброски делаю хочешь да даже не хочешь а в обязательном порядке нужно и прочитать то что я в видео рассказал и прочитать то что рядом с этим еще есть более глубоко чтобы ты знал в идеале по завершению курса ты должен знать все лучше чем я понял? а не тот уровень который вот я дал ты должен знать больше параллельно изучая параллельно что-то читая должен вынести больше знаний чем есть вот в этих видео и надеюсь в статьях я очень надеюсь что я возражу 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 возраз возродится из пепла мой сайт и я напишу статьи на все эти видео я очень надеюсь мне очень этого хотелось все упирается в недостаток времени так ну да вот php artisan migrate по идее мы должны запустить и все должно отработать для миграции laravelle фиксируют в табличке migration но я никогда не задумывался над тем когда она появляется я этого не помню давай я надеюсь что она прямо сейчас у нас появится php artisan migrate погнали хрена лысого да а че хрена лысого в чем проблема а ну вот да 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 вот вот эта проблема которая у нас была описана в migrations в документаршечке нашей чик вот вот для maria db и для тех лентяев которые не используют homestead нужно зайти в app service provider и прописать вот эту строчку в раздел boot копируем эту строчку переходим в полигон control shift это у меня control shift потому что я привык до работы с PHP штормом я плотно сидел на надбинсе и соответственно раскладку лавиатуры я поставил так же как надбинсе чтобы мне не пришлось заново все переучиться наверное нужно было все-таки переучиться но но вот так так app service provider вот он открыли boot поставили сохранились повторяем погнали хрена лысого а ну да все правильно схема он-то не знает что control пробел и вот собственно вот так наверное должно прокатить давай погнали хрена лысого версия 2 на этот раз что да он частично в общем вот это я тоже короче это косяк не понимаю у ларавели потому что он если что-то упало он частично все-таки создает то есть он успел нам юзера создать еще что-то создать роллбека почему-то нету почему здесь нету транзакции при создании да вот если мы упали ну наверное нужно откатиться наверное нужно в транзакцию это было все обернуть я не знаю почему если у тебя есть ответ на этот вопрос напиши в комментариях поэтому нам нужно зайти в базу данных здесь если я обновлю мы увидим да вот миграция появились юзеры появились давай мы их дропнем нахрен все дроп тейбл дроп тейбл за рефрешили все у нас нету ничего запускаем так миграции нормально миграция тейбл кредит сакс с и собственно показывает что он мигрирует и что мигрировало раньше такого не было это относительно недавно раньше одной строчкой было я не знаю зачем-то они сделали вот две строчки я сейчас буду мигрировать юзер я отмигрировал юзер зачем блин лучше бы вы это время потратили ну время на вот этот фикс который вы внесли вот это раньше одной строчкой это все было сделали бы транзакции господи так давай еще в документаж заглянем ну вот он фасад здесь прописал ну в принципе мы тоже наверное можем так сделать хотя это наверное одно и то же очки вот ну чтобы было как документация чтобы было как документация так ну или альтернативный вариант они предлагают вот это вот такую херню сделай но по-моему вот эта штука проще штука проще вот так создали создали нахрена много договорил наговорил наговорил да на этом надо видос заканчивать и уже в следующей серии мы уже будем создавать структуру таблиц категории структуру таблиц пост а потом мы создадим контроллер и собственно попробуем к ним обратиться посмотреть работает ли а после этого будем заполнять их данными чтобы у нас была предметная область которая работать все спасибо за просмотр ставь лайк делись друзьями обязательно с подругами делись приглашаю всех на канал подписываться чтобы чем больше подписоты тем больше у меня мотивации для работы все спасибо за просмотр пока всего тебе самого хорошего